Давай. Рассказывай, как есть. Здравствуйте всем. Я бывший спортивный врач. Я живу сейчас в Израиле и хочу поделиться с вами полезной информацией. Сколько тебе лет? Как тебя зовут? Мне 70 лет. Я бывшая спортсменка, мастер спорта по спортивной гимнастике. Естественно, я гимнастику не забываю и тренируюсь, и делаю всякие растяжки и так далее. Но вчера со мной случился такой случай, о котором я хочу вам рассказать и хочу с вами поделиться. Мне вдруг захотелось сделать какой-то элемент, спортивный элемент, типа кувырка, но не вперед, а назад. И я его сделала, но вдруг в середине упражнения я почувствовала сильнейшую боль в шее, в голове. Слышь, 70 лет кувыркации, извини меня чуть-чуть, ты не туда. Почувствовала сильнейшую боль в голове, в шее и небольшой треск. Я очень испугалась, потому что я врач, я знаю, что это такое, и я поняла, что я попала. Что делать? Ну, обычно я знаю, при такой травме всегда сначала холод, а потом уже в дальнейшем обследование и так далее. От этого мне стало не очень хорошо. Но вдруг я вспомнила случай, который произошел на моих глазах с одним спортсменом. Он спортсмен невысокого ранга, но он сделал неправильное движение, у него был треск в ноге, в нижней части конечности. И он просто сел на пол, у него покатились слезы из глаз, он очень расстроился, потому что он не мог встать на ноги. У него был этот препарат, тишло-шмот. Розитол называется. Розитол, да, и он сразу стал брызгать на свою ногу и втирать это, втирать это, втирать это. И он некоторое время не мог подняться, затем он поднялся и через час-полтора после окончания тренировки, он, конечно, уже не тренировался, но пошел на своих ногах. Это для меня было шоком. То есть это было что-то потрясающее. И вдруг я об этом вспомнила. Я взяла розитол, который у меня есть всегда дома, и стала его втирать в шею, в область трапециевидной мышцы и туда, ближе к плечам, там, где я почувствовала боль. И я так делала в течение целого дня, через каждый час. Каждый час я втирала. Сначала я не почувствовала ничего, никакого облегчения, но затем боль стала утихать. Боль совершенно к вечеру исчезла. И я последний раз в 10 часов вечера втерла розитол в шею. Я думала, конечно, я спать не буду, что будут сильные боли, но я прекрасно спала, прекрасно выспалась. Утром встала, и у меня ничего не болит, голова не кружится, боли никакой нет. Очень хочется опять тренироваться, но я боюсь. Ты правильно делаешь, нафиг тебе надо в 70 лет? Мне это надо. Ты бы сейчас сделала свой перевертыш с шести на девятку. Эй, я... Не надо, все, успокоилась? Все, все. Ну, ты теперь должна знать. Не нужно ждать, чтобы было хреново. Если ты решила позаниматься, тебе столько лет, сначала вся себя обтери вот этой хренью. Да. Вся, ватри сначала. Сделай так, чтобы не проламывалось. Смотри, позвоночник, все, оно гниет со временем. Оно уже не такое новенькое. Будет хрустеть и лопаться. И мышцы. Мышцы уже не делай. Но розетол, это как, чтобы мумию сделать, понимаете? Да, чтобы замумифицировать, чтобы не ломалось. Этим, что эта штука, надо обрабатывать колени, позвоночник, челюсть. Не знаю, смотря на кого ты собираешься кусать, куда ходить, понимаешь? Вот, люди не верят, поэтому мы снимаем этот evidence. Любые случаи, которые происходят, и мы пользуемся розетолом, мы снимаем. То же самое, если упало что-то на ногу. О, это... Удар. Да. Удар. На следующий день даже не опухает. Да. И я хочу еще сказать, что я несколько раз в день вчера добавляла розетолоку в питьевую воду и пила. Поэтому ты хорошо выглядишь. А ну встань, покажи нам, какая ты в 70 лет. Тьфу-тьфу-тьфу. Посмотрите, какой женщин. Ни лишнего веса нет. Ни лишнего ничего, ни золота ничего. Золотая просто. Доктор Людмила. Сейчас объясняю, почему оно вот так вот действует. Почему оно так влияет? На самом деле, кетч находится в том, что наш организм – это чудо. Он умеет все восстанавливать и лечить. И я не знаю, если... У меня даже такое подозреваю, что мы можем вырастить новую руку, ногу, новые зубы и очень долго жить. Но нам почему-то эти ресурсы отключили, эти возможности отключили. Они как-то отключены. Я не знаю. Но способность такая есть. Потому что, как только ты обрабатываешь вот тот кусочек тела, который получил травму, ушиб, воспаление или еще что-то, вот этим розетолом, а там просто очищающие, антивоспалительные, хорошего качества эфирные масла. То есть, если определенный район в теле обработать заранее или сразу же после удара, не происходит всего того, что обычно происходит, что набухает, краснеет, зельнее, тенеет или развивается какая-то воспалительная реакция. Не происходит этого. Но надо сразу это сделать. Это только говорит о том, что если локально почистить от вирусов, грибков, глистов и от всего наше тело, наше тело чистое, умеет само себя лечить. Ты понимаешь? Вот что говорит. Розетол не лечит, на самом деле, лечит наше тело. Просто розетол делает возможным это лечение, регенерации собственных клеток. Больше я поняла, понятно? Нет, я тоже. Вот так.